Для кого выходные, а для сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии, военных и лесников горячая пора. В рейд они отправились для того, чтобы выдворить нарушителей режима ЧС, объявленного в Забайкалье. Сегодня к ним присоединились АТВ-клуб Чита «Квадроманьяки». Молодые люди впервые принимают участие в рейде. Наш клуб сегодня принял участие в рейде по Ингодинскому району. Мы обследовали Ингодинское лесничество, задержали трех нарушителей. На дороге, ведущей к источнику и курорту Молоковка, сегодня дежурят сотрудники полиции, Министерства природных ресурсов и военной полиции. Они останавливают машины и не пропускают дальше тех, кто не имеет прописки на курорте Молоковка. В это же время остальные участники рейдов проводят патрулирование близлежащих лесных массивов и дачных кооперативов в поисках нарушителей. Задействовано более 90 патрульных групп из состава органов местного управления, органов полиции, органов МЧС. Здесь принимают участие добровольцы, волонтеры. Также сегодня на городской площадке и Чеченского района мы пригласили квадроциклистов КУА АТВ-клуба, которые работают с нами на протяжении нескольких лет. Для контроля обстановки сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России, командированные в Забайкале, периодически запускают в воздух квадрокоптер. Беспилотный летательный аппарат с камерой высокого разрешения помогает установить нарушителей и места возможных возгораний. Задача наша – это профилактическая работа, проводить беседы в кооперативах. После этого мы заезжаем в лесные массивы, где выявляем лиц, которые могут быть виновны в возникновении пожаров. Такая работа дает положительный результат. На сегодняшний день у нас уже установлено 10 виновников лесных пожаров. В результате участники масштабного рейда задержали и выдворили из леса трех граждан, которые выехали на пикник, либо просто решили провести выходные на природе. В отношении этих лиц были составлены административные протоколы. Все нарушители особого противопожарного режима будут оштрафованы.